Так, я вот тут сегодня в Березовке. Разгрузил ДВП. Блин, какие-то березы у них есть. Щебеночка, кстати, защебенили. Маленький народ еще остался, живут. Здание такое, административное, с флагом. Цельсовет, что ли, здесь у них? Деньги, цветочки. Народ двигается. Собачка. Только двухквартирники вот есть. Один, второй. Такой домик. Народ картошку окучивает. Глава, гляньте, какая интересная растет. Красивая такая. Деревня классная. Какой домик интересный. Молодой народ. Здравствуйте. Что, есть картошка? Мало? Нормально вырастет. Вот так люди живут аккуратненько. Гляньте, какой гаражик. Тут у них он. Никовальня. Пески. Теплицы. Как живут народ счастливы. Чистота, воздух чистейшая. Тишина. Пробок нету. Помаленьку ремонт делают. Видите, крыша новая у них. Окна новые. Шторочки. Гляньте, в какой красоте живут. Какой вид у них с окна. Пруд такой. Все цветет. Щебеночка. Валерий Петрович, поди. Кондрашов сделал. Щебенку, скорее всего, я так думаю. Никогда тут раньше не было щебенки. Ну. Лак. Еще один. Патриоты здесь живут. А это раньше магазин был. В Райковск. Теперь как памятник стоит. Это памятник воину. Все тут пути. Видите, фотографка новенькая. Тоже, третий флаг уже. Тут бочка. Обстановочка. Там пожарный пост. Смотри, у них. Петрович там работает. Кондрашов. Там улышка. Гляньте, какая. Остались одни патриоты здесь живут. Кстати, две беседки видел. Отдыхает. Одна на речке даже у них. Тут качкота такая. Грейдера давно не было. Покажу вам сегодня беспаловку. Покажу вам сейчас водоем. Покажу вам зелень, природу. Березки интересные белые. Маленько дождь прошел. Грязюка. О, какой звон стоит. Как в коридоре, видите, еду деревья. От машины звук. Грузовик у меня большой, здоровый. Вот тут тоже получше маленькая дорожка. Вон, птичка соединет. Или это соединяется. Провода нет. Провода соединяются. Не мять просто. Сейчас мы здесь с вами прогуляемся. Хочу вам показать. Себе на память заснять. Загушу специальную машину. Покажу вам красоту. Гляньте. Это похоже иван-чай, да? Я особо не разбираюсь. Вот такое болото крутое. Там, гляньте, желтые кувшинки. О, здесь следы. Либо утки плавали. Вон там, гляньте, какая красота. Сейчас еще покажу. Вот там. Интересно. В большой машине я большие листы привозил. Строитель материала. 20 штук ДВП. Тут знаки такие установлены у них. Проверим заодно качество. На данный момент. Какие знаки. Вот. На сибирский делают. Стол так что. Он стоит. Ну, шатается, конечно. Видите? У нас все в России так шатается. Вот природа у нас только красивая. Но так до качества пока далеко. Не верите? Вот еще вам покажу. Вот. Могу одним пальцем просто дать. Пройдемся до мостика. Ух ты, слышите, птичка. Прикольно. Весь лес шумит ветерок. Я специально машину заглушил. Когда так песком идешь. Классно. Видите, я улыбаюсь. Вот. Это вам. Березовцы. Дарю. Ни пробок у нас нет. Ни заголовностей. У нас чистый воздух вообще. Идешь. Прям мягкий такой. Крова кругом. Кстати, дерево упало. Смотрите. Ветра были. Вчера, позавчера, два дня. Прям мощные ветра такие были. Вон, надеюсь, падают. Там рещушка, видите? Вон, набежит там потихоньку. Типа болотца. Вон, сколько бы нападало. Это... А, кстати, вон, бобры-то напилили. Вон они. Вижу следы их низуков. Видите, я сейчас покажу. Видите? Это они валят. Запружают здесь. Мне здесь царство. Кайфует. Видите, какой цветочек. Вон там какие березы, интересно, смотрите. Облезли. Береста облезли. Вон они залазят. Там какие-то животные. Обгрызают. Может, на кору такую. В общем, вот так. Там еще попали. Маленько прогуляемся. Не все работает. Надо маленько отдыхать. Прогуляться, показать вам. О, березка. Давайте посмотрим. Гляньте, вон какой сидит таракан. Березовский. Таракан, таракан. Можете так сфотить и посмотреть в интернете. Гугли. Кто это такой? Ладя, понюхаем. Потрем маленько такой. О, березка. Мы, кстати, уже веники свежие. Прошлую субботу, сегодня суббота. Тороче, сын нарвал. Мы уже парились свежими вениками. Два веника. Классно, напарились. Я раз пять заходил в баню. Так. Вот он мост. Эта птичка нам так и поет. У-у-у-у-у. Как филин. Мож филин. Напишите комментарий, кто знает. Что за птичка? О, лесенка есть. Что, сходим вниз? Погуляйте со мной хоть по округу, по округу. Родина. Кто давно уехал уже. Люди многие пишут. Где был 40 лет, Алексей? Где был 60 лет, Алексей? Вот такой мастино мощный. Спасибо государству, хоть такие мосты строить начали. Раньше были деревянные, сейчас рынки бетонные. Даже у нас в Сибири такие строят, ведь? Тут трава, кстати, видишь, скошена. Ого-го! Эхо такое. Вот она. Речушка. Эх порыбачить бы. Надо с собой удочки брать на грузовике, когда еду. Спиннинг покидал бы. С Петровичем мы рыбачили, лавили щучек. Там уху варили вкусную. До утра разговоры были у нас. Посидели хорошо. О, гляньте. Рекки у нас такие коричневые. Каштовском районе. Потому что торфяник с болот, с торфа течет. Плюс почва у нас такая, ведь вот она. Вот такого цвета она, коричневая немножко. Это типа соки такая. Люди так вот поленько торвешь, помнешь, помнешь. Пока лето надо нюхать. А, вообще такой запах сладкий, капец. А, гляньте, вон еще красоту какую увидел. Чура-чура. Так, от змеи надо говорить. Красавица, вот крапивка. Сейчас еще крапиву, давайте понюхаем. Потом покажу цветочек. О, крапивка. Крапиву, кстати, я вот так вот заготавливаю, пока она молодая. Сушу ее, короче, прям вениками делаю. И потом завариваю, и поддавать в баню запах самый лучший в мире. Я чего только не поддавал. И чеснока, и хвенодера, и разные травы. Крапива для меня самый лучший запах. Еще парим спину моей. Прям вот берешь, чуть-чуть маленькой водой обливаешь. Такой, типа горяченькой. Чтоб сильно не колол. И потом это паришься. Гляньте, покажу вам что. О. Это, по-моему, шиповник, да? Цветет. Гляньте, на фоне. Давайте так я прям сейчас сфотую. О. Красиво. О, а вот еще, гляньте. Ну-ка, это как пахнет. Да, почти не пахнет. Было бы теплее, бы он пах. О, крапивка, видите. Старая, а эта свежая. О, там еще мост. Мощный. Переживет не одно поколение. Вот что-то растет, смотрите, здесь завязалось такое. О. Перчатку потерял рабочий. Мягенько идешь так. Это папоротник, походу. Чура-чура. Это от змей так бабушка учила, напоминаю. Надо говорить, чура-чура. И змеи уползают. Вот он. Чура-чура. Вот он. Пахнет, нет? Пахнет, да. Необычно. О, классно. А вот это что, осинка, да? Или тополь? Не знаю, путают постоянно. Один сломанный, один растет. И там солнышко. Вот еще шаповник цветет. Что, будем брать здесь штурмом? Вот. Здесь такие уроды еще. Так, на камень наступаю. И заложу на гору. Ничего полезного. Здоровье. Ходить, бегать. О, мой мост. Двухтором пешеходный, Витя. Давайте посмотрим вид с моста еще. И вон там болот еще интересное. Вон какое болото. Красота. Люблю это болото, мне нравится. А вон там уже беспаловку, видать. Бывшую беспаловку. Теперь там не живет никто. Я спрашивал сейчас у Виталия Клинцова. Потому что на дачу приезжает. Нет. Никто не приезжает на дачу даже. Сейчас постараюсь проехать, заехать в нее. Хотите? Хотите? Заехать? Посмотрим. Что Бог даст. Может заедем. Глядя солнышко вон там где. В воде. Вода вон какая прозрачная, даже видно. Что там лежит на дне. Палки. Ветки. Вон такая красота. Стопает, слышите? О, какой мост бетонный. Может. Все красят, постоянно убирают. Ребята, послушайте птицы. Комментируется, добавляю микрофон. Продолжение следует. интересно одна почти типа светлее это черник листики с бабы скорее всего уронили то что многие свежие я человек моя рука и рука этого дерева можно сказать мы едины мы живы но не навсегда живы умирать не охота но когда-нибудь придется все равно наверное может придумают вечную жизнь ученые опять же будет перенаселение тоже плохо только улетать на другую планету технологии развивать космические красота там как будто мужик стоит смотрите еще раз приближу вот и мужик сидит на лавочке книгу читает или курит у него даже шапка книга видите белый такой похоже да можно братом сидит просто засох и все но похож реально хорошо прогулялись машине как жарко нагрелась опять эти звуки кочки гулять лучше пешком работать тоже надо зарабатывать на хлеб детей кормить детей учить жену кормить река майзас написано табличка я просто путаю постоянно чока майзас они идут везде виляет не поймешь где ну там уже привычный как бы привык сергеев к тара тара знаю где тара идет а майзас уже для меня уже как бы речка такая редко бывают помню здорово ездили в куртиху если у меня фильм видео загружены даже по моему на ютубе как мы рыбачили там александров что был глава покойничек вот сейнин бурмистров здорово нам прыгать или кондрашов еще были люди прям фильм или фотки а нет фотки есть в одноклассниках есть фотки до фильма нету фотки есть в одноклассниках у меня есть фотоальбом замазков на алексей зайдете там по один из фотоальбомов там была как раз рыбалка фотки щучек половили уху варили вообще классно такие воспоминания тоже 22 минуты вам снял фильма виталий клинцов сказал что можно проехать под через деревню у него спросил попробуем проехать дождик дождик а вроде пока нету вчера лил вчера я возил кулибу мотоцикл там лила конкретно лошади такой пруд доропьют они истоптана налево вот остановочка осталось он напишите комментарии кто это в лошадей держит че лошади смотрит на меня снимаю маленький жеребята есть мою машину цветочки без этого никуда и убрать некому виталь может и доешь убери пожалуйста на вело мопеде здесь ребенка нет и не было никогда ни одного камаза вот он наверно один из первых домиков такая дорога не очень здесь деревья вон мозг где был вон он видно отсюда кабель тут у них интернет типа никому не нужен теперь насквозь проедем увидим накресток уже стали за желтым маленьким по веранду Все, никто здесь больше не живет, ни один человек. Сейчас мы это вам покажем. Ох, какая здесь ямище, можно провалиться. Ничего, проехал. Маленький опыт есть. Здесь подключено еще электричество. Все заросло травой. Пусть все заросло. Гараж, гляньте, открытый. Крепичи в гараже. И никого. В окна. Как я был недавно в Абхазии. В отпуске. Заброшенные города там были. Также здесь вот деревня. Там война прошла. Грузина-абхазская. А тут без войны все развалилось. Экономика. Это деревня. Города поезжали. Деревня поезжали. В другие. Кэштовку кто-то. Многие поумирали. Вон домик на краю. Клуб. Вы догадались, что я в клуб сейчас по-любому зайду. Становимся вот здесь. О, вон. Дикий козел пробежал, кстати, вон там. Сейчас ребят. Рыженький. Желотный будет бежать. А, нарвался. На мину. Забр такой. Ну пойдем в клуб на танцы. Самогон купить. Чура-чура. От змей. Беспаловский. Сельский клуб. Табличка сохранилась. Кто делал, напишите, пожалуйста, комментарий. Кто мастер. Табличку сделал. Тут видите, даже эти оторвали. Доски. Погуляем по заброшке в Кэштовском районе. Давно не гулял. Вот они двери. Запах такого старья. Потолок еще не обвалится на меня, скорее всего. Но уже, вон, смотрите, выпер. А, гвоздики. О, тут скоро валится, вон, видите, уже. Такой вид на дома. Ого-го. Кино сегодня будет индийское танцуй-танцуй-танцуй фильм. Мне, походу, не будет. Лепедричество кончилось. Так мы говорили в детстве, помните? Макулатура осталась. Ну, запах такой неприятный. Старья. Как я говорил вам, смотрите. Наливай полный. Наливать и пить-то можно было, когда была работа. С утра на работу надо было идти. А сейчас в деревне на работу не надо идти. Люди уходят в запой. Год, два, три, четыре, пять, семь и умирают. У меня очень много друзей уже умерло в детстве. Кто захлебнулся в Блевотине. Двоих знаю, не буду фамилии говорить. Даже троих. Сергеевские. Кто повесился. Кто застрелился. У кого тромб оторвался, у кого инсульт. Эти воины все погибли. Без войны. Как и во всей России. Ладно, мы будем надеяться на лучшее. Все равно надежда какая-то есть. Хотя пока сомнения. Развитие дальнейшей России. Ну, сейчас месяц, два, три. Эти сейчас решающие. Поэтому посмотрим, что будет. Я думаю, вы все так же думаете. Со мной согласны. Я, конечно, оптимист. Когда смотришь на эти деревня. Вот на это. Уже сомнения берут. На этот клуб. Без окон, без дверей. Двери еще остались, но они на распашку. А окна вот так разбитые. Вот. Ладно, побывали без паловки. Это, кстати, родина моей тещи. Дальчанина Валентина. Тетка жены, дальчанина Людмила. У них был отец, дальчанин Василий. Он, кстати, здесь был председателем колхоза. В то время, когда была крепкая страна СССР у нас. Которые развалили враги народные. Гляньте, ласточка. Вот, заминировано, гляньте, свежак. Так, ну, проедем дальше там и на выезд. Все, клуб, пока. Эх ты, проволока впереди. Надо убрать. Не под напряжением, нет, вроде. Сюда в столбу положу ее. О, это уже лошадиные. Натуральные удобрения. Натур продукт. Лучше так буду слинать. Видите? Толь еще покрыта крыша. Толь. Толь. Притой. Толь. что сделаем так давайте попрощаемся до деревни остановился без палавка пока скорее всего прощай на всякий случай до свидания вдруг ты возродишься уж какими-то молодыми семьями фермеров создадут классные поля пастбище построить себе классные современные двух трехэтажные деревянные дома в стиле шале купить себе квадроциклы джипы комбайны трактора ну конечно это все очень такие нереальные мечты хотя может быть кто его знает что будет в той центральной россии в москве на востоке наоборот сибирь мы в середине здесь так что вот такие дела сейчас самое главное все мира без всяких вирусов здоровья осознать опомниться читать библию коран и жить по этим благородным добрым книгам прекратить все войны между странами создать какие-то новые системы государственности или может быть какую-то другую систему не государство но чтобы был мир между людьми дружбу чтобы путешествовали друг другу в гости ездили по странам пили чай в индии очень вкусный чай масала например китай мне нравится очень вкусный кофейный напиток и суп с лапшой зеленью с рыбкой господи помилуй нас грешников